всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех я вас приветствую всем желаю всего самого благого и доброго в жизни ваших души в дома в сердца чтоб все вас было хорошо сегодня читаем комментарии думаю что рубрика это полезно и иногда бывает много иногда мало иногда я полный надо неполный надо вообще не отвечаю но считаю что это рубрика правильно не зря я уже многим говорил я не хочу из своего канала делать помойку какую-то брань устраивать со всеми подряд я поэтому очень часто достаточно баню людей да вот но с людьми здравыми способными к общению сдающими вопросы да я пишущий адекватные комментарии я конечно общаюсь ну и плюс если человек упорствует во грехе да и проповедует грех ну что я буду с ним общаться на на этом канале проповеди я стараюсь писать вы видели последнее время живые трансляции типа отвечаю тут же общаюсь но первых не особо кто-то бежит общаться в прямой трансляции это раз и плюс я тут приболел набежала комментариев я не отвечал и я сам под своими роликами сделал около 300 комментариев но и когда давно так делал до меньше где-то 200 показывал ну я просто призыв вот это писать комментарии выражать свои эмоции так далее и я сам закреплял чтобы они под роликом этот комментарий мой был первым и поэтому нет их тут в личном кабинете сегодня много набежало я буду ставить иногда на паузу чтобы прокручивать эти места еще все подготовил но вы принципе этого не почувствуете я буду ролик стать на паузу если бы это была прямая трансляция вас быть напрягала и поэтому я решил сегодня 52 по моему выход ответов на вопрос я не в прямом эфире а вот так вот в записи чтобы просто не напрягать вас уж придется прокручивать что-то будет теряться я решил так записать так сережа лис совесть древнегреческая кролику я есть стены здесь сознание самим собой ну серёжа мне кстати звонил вчера пообщались он нумеролог из свидетелей йогова как он сказал вышел ну так пообщать чуть нормальный парень мне ровесник если будет смотреть привет тебе ну по поводу совести я немножко не согласен с таким определением знаете почему потому что она очень расплывчатая во первых кто знает как я вообще говорю да отношусь и что никакой совести то нету есть я до который анализирует все что происходит и тот кто избирает все что из меня выйдет и анализирует то что в меня вошло вот кто такой я так что вот так вот такое определение сознания самим собой что значит сознание с самим собой ну что это это очень коротко и очень непонятно в это дальше надо вкладывать и вкладывать от меня с такими определениями не согласен не знаю как его ну я за комментарии ставлю лайк просто самим комментарием с определением я не согласен что такое сознание с самим собой что такой разговор с самим собой а кто с кем разговаривает или совесть все очень часто любит думаешь что такое чистое светлое что говорит человек что добро что звонит что добро и что зло ему говорит боль и наслаждение вот что такое вот что такое я познающие себе тут все проще некуда так дальше у нас идет комментарий азер маме да слава единому богу иисус христу истина слава андрей лавренюк побольше бы таких проповедников в интернете супер и три веры есть три вера надежда любовь вера спасает надежда не постышает на суде любовь назидает еще раз вера исцеляет освобождает из силу благословений надежда упования на обетование вечной жизни спасает и не постыжает на суде любовь помогает жить и не жесточаться прощать и не держать зла и памятствовать проповедовать нужно не только веру не только надежду спасения но не только любовь и милосердие но проповедовать сие три веры надежду любовь на любовь нужно проповедь больше чем то и другое так что дмитрий мой брат родной прими и верунов и спасенных и себя который любит и верно говорит из любви но не забывай все мы идем к одному спасены мы и по вере и без и не без любви дел любви Вера движется и существует любовью Андрей Лавренюк тоже мне вчера звонил Два часа мы с ним общались и общались В концовке стали бодаться Ну, бодаться стал даже не столько он, сколько и я Я людей стал за эти годы общения достаточно быстро и хорошо видеть И дело не в этом Я и раньше достаточно хорошо Я не то, что хорошо в людях разбираюсь Потому что я, во-первых, я с незнакомыми людьми Я сначала людям доверяю Я людей слушаю, да, несмотря на то, что меня вечно укоряют в какой-то там надменности или еще что-то Нет, кто со мной лично общался Просто со всеми по-разному приходилось стыковаться Даже в первый раз при разных обстоятельствах и условиях Вот, и, конечно, я отношусь к людям непредвзято Наоборот, с доверием, пока они не потеряли это доверие Да, с любовью, пока они не отвернулись от этой любви Вот, но у меня была ошибка Я рассказывал, ну, как ошибка Опытом я все это познавал Сейчас мне тоже казалось, надо всех любить Всех любить это надо, как смиренный монах Перед монастырем стоять на колени Упавший, точнее, у всех просить прощения Помилуйте меня, грешного дурака Потом, опытом пройдя жизнь Я понял, что это бред Ничего общего не имеющий с Евангелием С жизнью учения Иисуса Христа Который никому, никим, даже врагам туфли не целовал Даже не целовал, представьте себе, ближним, да Умывал ноги только тогда, когда хотел показать им пример смирения Чтобы они не возносились друг на друга То есть всему есть свое объяснение Даже тот, дошедший до нас образ Иисуса в бумажном Евангелии Достаточно хороший, совершенный, прекрасный Есть чему назидаться, есть чему учиться Если в него внимательно вчитываться, всматриваться Как Иисус поступал с окружающими его людьми Особенно, если мы исповедуем, что это Бог, явившийся во плоти И моя ошибка была Не ошибка, это мой путь жизни был Сначала я говорил, что я так каждому радовался Каждого встречал Думал, что надо со всеми находить общий язык Несмотря на то, что вы не согласны В концовке я дорос до того В виде Иисуса учителем Вижу, как он общался со всеми И с любящими его, и с врагами Оказывается, никому он ножки не лизал Начинаешь внимательно опытом жизнь проходить Тебе по-другому, с другой стороны открывается Евангелие А точнее, ты все больше и больше, как я говорю В шкурку Иисуса одеваешься Ну, на самом деле Как Господь и говорил Достаточно для ученика Если он станет учитель Как учитель его И ты, когда уподобляешься проповеднику Учителю, ты все это понимаешь Вот И на опыте проповеди Я понял, что ласкательные речи Уши, вот эти все Загашения в себе истины при общении Я понял, что это ложный путь Это неправильный путь Людям говорить надо истину Как Павел говорил Неужели я сделался вам врагом Говоря вам истину Если я сделался кому-то врагом То здесь на этой земле страшного ничего нет Ты по плоти никого не судишь Ты не лишаешь человека жизни Здоровья Нематериальных ценностей Но ты говоришь правду миру Каждому человеку Говоришь это в лицо Я вам всем говорю Что есть грех, что нет грех Каждому в лицо говорю Ты это делаешь зло Ты согрешаешь Вот так не делай И поэтому, когда Андрей мне позвонил Я сразу почувствовал Конечно, у нас разный дух Все эти любовные песни Это все пустое Без любви ко всему Божьему творению Начиная с животных беззащитных Которых мы вечно обижаем Заканчивая Всеми людьми Врагами Между врагами и животными Есть разные люди Любящие нас Просто мимо нас проходящие Но все Любим мы всех одинаково Но дела любви ко всем по-разному Проявляются И вот Дела любви к любящими Они проявляются далеко Не в ласкательстве ихних ушей А как раз тем более ближние Мы уж особенно говорим правду в лицо Вот Ну, после такого моего очередного говорения С Андреем мы расстались Поэтому я Думаю, что Побольше бы таких проповедников в интернете Написал Мне кажется, он уже жалеет об этом Ой, куда я нажал Что он уже жалеет об этом Комментарии И, наверное, уже так обо мне не думает Но я ему сразу сказал Чтобы не обольщался Потому что, скорее всего Сейчас я Развею Все эти иллюзии Я в этом плане говорю Я всегда меняюсь В том плане Я стремлюсь к совершенству Всегда анализирую свою жизнь Что меняется Куда я иду Зачем я иду Получается идти И я в жизни Надеюсь, как многие из вас Хотелось бы верить Принимают простую истину жизни Если ты не идешь вверх Ты идешь вниз Бог это сегодня Да, это настоящее Но это не мертвое Прошлое забыто Будущее закрыто Есть только настоящее Это понятно Но из прошлого мы делаем выводы И стремимся в определенное будущее Вот это важно понимать Поэтому я всегда меняюсь Потому что я Хочется верить Что я иду вверх Я все к этому Стараюсь прикладывать Вот Я понял, что из этого Липового Псевдолюбовного Такого общения Когда я Людям говорю в лицо Не то, что я думаю Думая, что тем самым Я проявляю к ним Некую любовь Нет Я Дорастя До сегодняшнего дня До того, до чего я дорос Я понял, что Суть проповедника истины Это говорить людям правду Это и есть любовь Вот Поймёт меня только тот Кто идёт этим путём Аллочка Всё так и есть Так и есть Викуля Замечательная проповедь Всех От любви к любви Спасибо, Викуля Аминь, родной Аминь Родной Пусть Господь укруплять Я в твоём служении Спасибо, дорогая Вадим Шум Шумшких Спасибо, Христос Спасибо, Христос Валерию Спасибо за Реакцию Положительную Тремя плюсиками На все ролики Ольге Спасибо Спасибо Аллочка Аминь, аминь Александр Аминь, аминь Сашка Морговка Появился Аминь Благословения Вспомнились Нагорно Огородной Проповеди Ну да Было дело Было дело Но жизнь Не стоит на месте Я говорю Всем я желаю Возрастать В познании Истины И в самом Познании Естественно И в жизни По этой истине Это Обязательно Иначе мы Умираем Галина Подобные Формат Вполне Имеет Место Быть Так Сказать Послужит Наглядным Пособием Для Новообращенных Да и Остальных Истинных Христиан Где Будет Кратко Раскрыт И Донесена Суть Из Общей Темы Так Что Не Сомневайся Вперед Идея Благая Значок Вполне Себе Сигнальный Ну К ролику Как Достичь Совершенства Так Ольга Аминь Аминь Я специально Все показываю На экране Вам Должны быть Видны ролики Надо мной Каким Комментарием Чтобы я их В принципе Не называл Я понимаю Что многие Из вас Может слушать Не глядя На экран Конечно Я думаю Что по значкам Видео Вы можете Кто меня Постоянно Помнит Смотрит Вспомнить О чем Речь Надежда Пишет К ролику Как стать Совершенным Ну Или Говорить Не знаю Дима Читал ли ты Евангелие Мира Есеев От Есеев Даже И не Слышал Что Такое Есть Впрочем Понятно Почему Есть Почему Его Скрыли Так Так Там Столько Сходства О чем Говоришь Ты О вегетарианстве Иисус Говорит Там Так же О матери Земле Очень Интересно Ну Надежда Я Что-то Не пойму Ты меня Дела Там Свои Были Я Ты Вроде На Библии Смотришь Я Когда На Библии Записывал Вот эти Там Сколько Четыре Роликов О чтении Библии Может Ты их Не смотрела Просто Где Я говорю О канонических Первый ролик Я помню Канонические Неканонические Апокрифичные Книги Потом Я говорю Вообще О переводах И потом Еще Два Ролика Один О синодальном Переводе И один О новом Русском Таких Ветхих Книг И там Я же Перечислял Причем С классических Ресурсов Возьмите Любой Хоть Ту же Самую Википедию Или Есть Другие Ресурсы Где Все Что Имеется Я Познакомил Уж Там Евангелие От Есеев Конечно Было Перечислено Я Не Пересматривал Может Быть Я его Не Озвучил Но Вряд Ли Это Одно Из Из Апокрифичных Евангелиях Оно Скорее В том Списке Было Скорее Всего Устами Своими Я Произнес Но Я Вот Здесь Я Даже Вам Не Зачитываю Свои Комментарии Я Надя Ответил Я Сказал Что Я В Принципе Планирую Если Бог Благословит И Дальше На Канале Библия И Иные Писания Чтение Библии Чтение Иных Писаний После Того Как Мы Закончим Пророк В Которых Я Так И Не Начал Сразу После Нового Года После Дня Рождения Приболел Две Недели Чет Меня Хватануло Гриб Че Там Не Знаю Сейчас Вроде На Поправку Думаю Завтра Уже Начну Ну Плюс Вы Видите Я Писал Для Проповеди Для Лайва Некоторые Ролики И Вот В принципе Сегодня Последний Я пишу Надеюсь Что Приступлю К Пророкам Четыре Книги Уже Готовы Ну Естественно Будут Записывать Другие Готовить И Пойдем Вот И Когда Я Закончу Пророков Там Еще Нам Останется Несколько Исторических Книг А Сфири Не Име Там Вот Эти Все Кто Помнит И Иова Отдельно Зачитать И мы Переходим К Неканоническим К Пищи Появившейся Посредством Убийства Живого Существа Там Это Есть Да Я Знаю Да Что Тут Христианам Ссылаешься На Евангелие Патриотизм Весь Этот Развесус Все Православные Католики Протестантки Святой Крест Святой Меч Поехали Головы Рубить Это Все Я Уже Давно Понял Особо Авторитет Поэтому Я Честно Уже Не Особо Авторитеты Как Господь Сказал Кто От Бога Тот Слышит Голос Истины Вот И Все Мое Дело Говорить И Свидетельствовать Личным Опытом Жизни Вот И Все Мне Я За Это Вот Действительно Ты Начинаешь Как Я Говорю Уж Простите Надеюсь Вас Не Обязать Такое Слово Шкурку Иисуса Влазить Да Вот Ну Действительно Мы Все Должны Быть Господь Сказал Как Учитель Вот Когда Мы Действительно Идем По Его Пути Он Сказал Как Гнали Меня Так Будут Гнать И Вас Вот Когда Мы На Себя Примеряем Действительно Его Жизнь Как Он И Сказал И Типа Стопам Все Становится Нам Понятно Иисус Когда Проповедовал Любовь Врагам Мне На Что Было Опереться И Скорее Все Это Это Что Святыми Людьми Что Ли Все Искажено Тот Самый Лютер Нет Конечно Человек В грехах Утопал И Нашел Средство Оправдать Свои Грехи Вот И Все Ну Как Может Человек Спастись По Вере Человек Может Стать Святым Или Не Святым Все Поверив Вот В то Что Господь И Говорил Если Ты Станешь Будешь Со Внебрачной Одежде Попадешь Туда Тебя Сверх Ты Выбросит Вон Ну Это Лишь Притчи Прекрасно Мы понимаем Что Просто Человек Туда Не Попадет Точнее Он Попадет Это Как Раз Господь Эту Притчу Рассказал О том Что Будет Судилище Христово Как Павел Называет И Тебя Просто Выбросит Ты Встанешь На Судилище Как И Все Веруны Вопрос Куда Ты Пойдешь На Вечное Суждение Или На Вечное Оправдание Вот И Все Ты Получишь Вечную Жизнь Ты Верун Получишь На Ты Еще Лет Раньше Всех Остальных Народов Но Что С Тобой Будет Господь Скал Лучше Бы Так И Не Знали Истины Так Викуля Как Достичь Кролик Вот Это Избранным Фрагментом Я За Любую Движуху Все Труды Дима Твои Пропитаны Светом Очень Круто Короткие Видео Затем И Потянутся Послушать Целиком Проповедь Очень К сердцу Такой Формат Ну Постараюсь Павел Тоже Тут Одобряет Всех Вас Тоже Обнимаю Мои Мои лайки Вам На Ваши Комментарии Валера Читая Любой Кролику Как Достичь Совершенства Читая Любой Текст Я Всегда Выделяю То Что Мне Понравилось Красным Карандашом И Называю Эти Места 33 Золотые Зерна Создать И Вести Архив Роликов Нарезок Золотых Зерен Это Дополнительный Труд Но Конечно Стоящее Ибо Обсудить Какую То Мысль И Высказывание В таком Формате Однозначно Будет Легче Интереснее Чем Всю Книгу Учебный Ролик Или Проб Ну Да Ну Я Кстати Пользуюсь Моментом Пока Идет Разговор Об этом Формате Который Я Давно Хотел Просто Я Вы Ролик Уже Посмотрели С Ветим Вместе Вот То Я Сказал Это Ролик Прозже Записал Естественно Чем Эти Вышли Потому Что Надо Сначала Что Выпустить Потом Не На Словах Объяснять Сдел Мне Так Скажем Эти Фрагменты Ольга Вот И Я Давно Призывал Всех И Сейчас Опять Снова Призываю Пожалуйста Кто Хочет Что То Вас Цепляет Просто Сбрасывайте Ссылку С По Какую Минуту И Как Бы Вы Хотели Назвать Донести Представьте Что Это Вы Хотите Донести Чтобы Вы Написали В Названии Ролик Чтобы В Описании Как Бы Расскажи Тему Вот Эти Нарезки Делать Да Давайте Вместе У кого Есть Желание Кто Смотрит Все Равно Я Понимаю Что У меня Большие Ролики Большие Темы Иногда Я Говорю Раздуто Но Знаете Действительно Просто Надо Вот Эту Какую Аксиому Себе Просто Выкинуть Что Даже То Что Мы Вырезали Какую Мою Речь Эту Минутную Двух Трех Пяти Она Должна Смысл Человеку Что Вы Знаете Что Достигнуть Совершенства Надо Действительно Выйти Из Секты Во первых Конечно По названию Ролику Человек Думает Ой Слушай Мне Тут Ответят Как Достичь Совершенства Да Я Ответил Но Это Лишь Малая Часть И Вопрос Как Выходить Что Что Тебе Будет Этому Какие Вклады Ты Вкусишь Тебя Естественно Будет Угрожать Твои Сектант Этим Вот Поэтому Человек Может Послушать Полную Роли Где Вдохновиться Где Я Там Своим Опытом Поделюсь Или Опытом Моего Окружения Да Вот Но Человек Пойдет По Этим Ступенчикам Поэтому Всех Кто Хочет В этом Участвовать Я Призываю Я Считаю Тоже Это Будет Здорово Это Будет Правильно Плюсов Тут Однозначно Много Минусы Вряд Если Это И Есть Чтобы Не Перескакивать Сначала Давайте Аллочки Прочтем Комментарии К Этому Ж Ролику Мне Очень Нравится Такой Формат Тоже Лишний Не Будет Это 100% Ну Да Короткие Ответы Концентрированные Мысли Даже Для Тех Кто Не Любит Длинные Ролики Или Не Хочет Человек Ничего Смотреть Посмотрит Короткое Видео Потом Глядишь Захочет Павел Тоже Подключается Так Валера К ролику Животные Это Наши Братья Сестры Души Живые Это Как раз Тоже Моя Нарезка Получилась Из Общего Ролика Где Я Писал О том Какого Учителя Себе Выбрать Начальника Жизни Или Проповедника Смерти Позвольте Стихотворение Одного Хорошего Человека О Смене Системы Координат Я Даже Не Думал Он В конце Подписал Валеру Это Стих Романа Миланова 2019 Год Рома Миланов Это Блогер Из Москвы Проповедник Вегетарианства Очень Известный 250 тысяч Подписчиков На канале Стихотворение Стихотворение Валера Валера Сам Написал Но Когда Он Написал В конце Что Это Ромен Стих Позвольте Стихотворение Одного Хорошего Человека Я Был В Сиеда Много Лет И Все В Себя Пихал Я Кушал Комплексный Обед И Пиво Попивал Я Много Ел И Много Спал Во Сне И Наяву Болел Лечился Уставал И Вдруг Стал Есть Траву Не Сразу Поначалу Я Прочел Десятки Книг И Новый Образ Бытия В Сознании Возник Котлетам Объявил Байкот И Гамбургер Ушел Отпали Сыр И Антрекот И Стало Хорошо Животных Для Меня Уже Никто Не Убивал Спокой Не Стало На Душе Но Разум Дальше Звал Я Вегетарил Малый Срок И Знаешь Почему Усвоил Быстро Я Урок Что Задан Был Уму Хотелось Мне Живой Еды Энергии Плодов Чтоб Оставаться Молодым Чтоб Излучать Любовь Прощай Вареная Еда Прощай Вареный Я Ушло Уныние Навсегда Ленивые Друзья Ушли Болезни И ТВ Другое Барахло Яснее Стало В голове И Что Взамен Пришло И Что Взамен Пришло Тебе Об этом Невдомек Но Раз Ты Здесь Сейчас Наверное Настал Твой Срок Твой Переломный Миг Тогда За Господом Спеши Меняй Себя Читай Ищи Твори Рискуй И Действуй А Не Жди И Мир Творение Творца В руке Твоей Любви Изменится Как Ты Слушайте Ну Вот У Романа Прекрасные Стихи Может Даже Я Кстати С радостью Стих себе Добавлю В Стихи Кто Знает У меня Есть Страничка Хороший Стих И Кстати Вот Рома Вроде Бо Там Я Пытался С ним Связаться Он Не Вышел На Контакт Не Знаю У него Там Понятно Небось Как У Всех Известных Влогеров Аншлах У меня Только Подписчиков 250 тысяч Активную Жизнь Он Там Ведет Вот Ну Вот Я Смотрю Он Здесь Господа Творца Упоминает Потому Что Он Себя Ну Сколько Я Его Роликов Смотрел Ну Я Подписался На Говорит Постоянно Это Для Меня Люди Ближе Чем Псевдо Христиане Которые Вот Убивают Животных Да Заявляют Официально Все Кто Со Мной Хотите Общаться Да Я Как Холодно Могу Какое То Время Пообщаться Но В Концовке Если Вы Не Будете Меняться Не Хотите Принимать Любовь Не Хотите Делами Менять Свою Жизнь Потому Что Если Поменять Свою Жизнь У вас И Дела Поменяются Да Вот Если Вы Упорствуете Возле В грехе Тем Более Если Вы Начнете Меня Перебеждать Что Горькое Это Сладкое Да То Извините Я Общаться Не Собираюсь Не Хочу Я С Вами За Ручку Во Тьму Не Собираюсь Идите Туда Одни Господь Сказал Если Брат Вы Соблазняет Отсеки Его Вот Мне Ваши Проповеди Смерти Даром Не Нужны Забыл Сердечко Поставить Так Вот Пошли Мои Комментарии По-моему А нет Еще Пока Калочка Бог Троица Класс Класс Саша Слава Богу Слава Богу Иисус Христ Аминь Так Вот Пошли Мои Комментарии Сейчас Я На Паузу Поставлю Пролистаю Так Все Пролистал Продолжаем Ольга Спасибо Спасибо И Вот Кстати Вы Знаете Я Даже Не Видел Это Вам Прям В Живом Формате Хоть Трансляция Не Прямая Но Я От Вас Ничего Не Скрываю Запись Вот Мы Оказывается Андрей То Видите Как Я Почему Говорю Вот Эти Лукавые Люди Он Может Меня Слушает И Это Принцип Тогда Андрей К Тебе Относится Ты Мне Такие Песни Там Напела А Еще Более Того Видите Я Тут Почти 200 Комментариев Сейчас Пролистал Потому Что Это Мои Комментарии Которые Я Ставил Своим Роликом И Закрепил Что Там Дорогие Друзья Там Пишите Комментарии Вы Свои Эмоции Там Выражайте Ну Вы Помните Да Все Это Я Закрепляю Чтобы Так Он Тоже Был Он Оказывается Мне Вот Писал Буквально Четыре Дня Назад Написано Да И Тут Он Мне Не Песни Пел А Поносил Меня По Всем Кочкам А Я Даже Этого Не Видел И Он Мне Вчера Звонил Я Не Понимаю Почему Вот Я Говорю Слушайте Вот Эти Ваши Безликие Аватарки Непонятные Имена Там Ну Андрей Сейчас Понятно Вроде Как По Английски Написано Да Там Вот У У Никакой Ассоциации Нет На Вашу Страничку Перейдешь Никуда В соцсеть Не Попадешь Я Все Думаю Вы Надо Мною Прикалываете Сколько Раз Видите Что Я Стараюсь Человеку Беспристрастно Относиться Я Вчера С ним Разговариваю Не Стал Себе Я Увидел Что Он Вот Это Вот Все Пишет Мне Я Боже Понял С кем Я Общаюсь А Сначала Вижу Так Ну Вроде Песня Поет Там Все Думают Что Мне Там Нужны Одни Песни Да Не Нужны Ваши Песни Какой Хороший Мне Нормальное Человеческое Отношение Нужно И Ваша Святость О которой Я Ревную Если Ты Не Хочешь Жить Свято Что Тебе От Меня Как Господь Что Ты Хочешь Как Говорил Некогда Антоний Великий Если Он Жил И Существовал Да Но Неважно Ему Эту Фразу Приписали Что Если Вы Этого Не Хотите Этого Не Можете Когда Немощные Братья Пришли Он Скал Чего От Меня Хотите Он Не Сказал Да Да Идите Будете В раю С Иисусом Будете Совершен Нет Он Скал Иди Чего От Мне Хотите Вот Я Если Б Видел Эти Комментарии Я Вчера Даже Общаться Не Стал Ну Или Общался Сразу По Другому А Я Сейчас Его Слушал Там Пытался Что Вникнуть Понять Давайте Почитаем Комментарии Андрея Вверху Вы помните С чего Начались У меня Там Таких Проповедников Побольше Он Не Пишет Ты Дима Прости Ну Ты И он Вы Слышали Эти Два Комментария Вверху Вы Знаете Я Сейчас Просто Не Хочу Сейчас Если Фильтр Поставлю У Меня Все Собьется Я Б Мог Тут Можно Делать Тут Можно Выбрать Одного Человека Все Я Буду За Вами Бегать Что Ль Да Мне Это Не Надо Хочешь Быть Святым Становись Если Ты Правда Святой И Хочешь Общаться Я С радостью Буду Общаться Святыми Грешниками Я Буду Просто Проповедовать Мне Нет Чего От Вас Взять И Не Собираюсь Вас Не Гладить По Головки Это Никакая Не Любовь Общаться Я Буду Только Со Святыми Как И Написано В Книге Как И Делал Господь Вокруг Него Ходили Только Те Кто Почитали Его За Учителя Кто И И И И Хотите И 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 Все Только Тогда Приходи И Следуй За Мной Отвернитесь Себя Возьмите Крест Свою Следуй За Мной Отойди От Мне Сатана Кто Братья И Сестры Мои Вот Что Говорил Иисус Тоже Самый Апостол Как Мы Читаем В Книге Никто Просто Так Не Мог К Престать Хотя Они Проповедовали Кормили Нищих Но Общались Они Сугубо Личной Маленькой Компании Он Мне Наверху Пел Какой Я Проповедник Надо Чтобы Таких Побольше В интернете Было И Надо Проповедовать Веру Надежду Любовь Вы Не Запомнили Это Я Комментарии Зачитал И Любовь Которая В тебе Дима Да Вот Ты Правильно Несешь Давайте Почитаем Что Мне Этот Человек Пишет Четыре Дня Назад Ты Дима Этого Человека Ну Ладно Если Бо Ты Любил То Бо Не Соблазнял Народ Своим Лжеучительством Нет Слушайте Я Не Выдержу Я Сейчас Все Таки Доверху Долистаю И Вам Еще Раз Прочитаю Давайте Это А Потом То Что Он Пишет Вот С Такими Людьми Мне Приходится Общаться И Когда Вы Со Смотришь Что Иногда Такой Гневный Недовольный Разъяренный Да Вы Сами Пойдите Вот Этим Путем И Вы Все Поймете Внимательно Послушайте Что Мне Пишет Человек Я Вчера С ним По Скайпу Лично Общался Если Бо Ты Любил То Ты Бо Не Соблазнял Народ Своим Лжеучительством А Прежде Чем Стать Учителем И Соблазнять Народ Сто Раз Бо Подумал Что Говорить Кто Будет Веровать И Креститься Спасен Будет А Кто Не Будет Веровать Осужден Будет То Если Нет Веры То Ты Не Будешь Креститься Если Не Будешь Веровать То Бог Вложит В Тебя Желание Вступить В Новый Завет Божий Совершить Крещение В Тело Божье Как Подпись При Бракосочетании Евангелия От Марка Библия Кто Будет Веровать Но Все Понятно Дальше Он Не Пишет Под Роликом Сексуальные Помыслы Христиан Где Это Подстава Это Священник Не Случайно Оказался В Кадре Это Компромант Вы Помните Там Кардинал Или Как Называют Дальше В Коране Если Ты Читал Про Это Написано Как Себя Вести Потуплять Взоры Глаза В Пол В Библии Положу Завет С глазами Своими В мире Много Соблазнов Исходят Они От Людей Которые Достойны Гиены Для Этого И Нужно Учить Одеваться Приличные Одежды Как В Исламе Чтобы Ну Да И Живи В Исламе Ты Христианин Мне Назывался Чтобы Не Создавать Соблазнов И Поводов К Преткновению Ближнего Это И Любовь К Ближнему Когда Ради Ближного Немощного Веря Не Буду Делать Всего Да То есть Я Буду Убивать Животных Ради Его Немощи Вы Это Придумали Не Буду Делать Всего Когда Брат Мой Страдает И Изнемогает От Того Что Вы Если Всышали Нашу Вчерашню Беседу Я Вот Понимаю Чем Он Пишет Я Ничего Не Могу Я Немощный Вере Дорогой Твой Разговор Твои Разговоры Про Ирокез На голове Это Тоже Соблазн Ты Делаешь Грех Он Еще В Грехах Обвиняет В Каком Соблазн Даже Говоря Безумие О Некоторых Вещах Это Может Привести Человек К Гибели Чего Ирокез На голове Гибели Приведет Гибели Тех Кто Будет Усуждать Этого С Ирокез На Говорит Да Пусть Он Ходит Хоть С Чайником На голове А Про Такое Написано Что Лучше Такому Человеку Подающему Соблазн Ближнему К погибели Лучше Не Рождаться Лучше Чтобы Жернов Привязали К нему И Бросили В В В В Причинение Вреда Ближнему Приходит Даже Просто Через Непристойное Поведение Или Одежду И Грубость И Матый Смазливый Взгляд И Ласковой Речи И Флирт И Причёска Как Пример Формирует Определённые Нормы В Обществе Выглядеть Взывающее Курить На Людях Особенно Молодой Женщине А не На Людях Можно Курить Это Есть Норма Для Других Когда Всё Так Делают И Всё Так Хотят И Всё Слушают Такое Пьют И Такое Все Это Является Соблазном Даже Идти На Пляж Женщине Благочестие В обычном Купальнике Без Накидки Нельзя Ну Вот Вы Слышали Что Читает Мне Этот Человек Он Грешник Мне Лучше Не Рождаться Несу Ересь Давайте Я Всё Так Не Выдержу Прокручу Наверх И Мы С Вами Ещё Раз Посмотрим Андрея Лавренюка Комментарии Побольше Таких Проповедников В интернете Супер Не Только Любовь И Милосердие Но Проповедовать Се Три Веру Надежду Любовь Но Любовь Нужна Более Чем Той Другой Так Что Дмитрий Мой Брат Родной Прими Верунов И Спасённых И Себя Который Любит И Верно Говорит Из Любви Толк Что Этот Человек Написал Что Я Никого Не Люблю И Лучше Бо Мне Камень На Шею Повесить И Потопить Чем Я Вот Эту Ахинею Всю Несу Ну Как Вам Вы Помните Знаете Мои Ответы На Вопрос Помните Изначально Такие Я Все Ремен Показывал Я Кстати Не Заблокировал Сейчас Заблокирую Общаться У меня Нет Никакого Желания Что Я Буду С Сегодня Другое После Вчерашнего Общения Она Наверное Вернулась На Уровень Этого Четвертого Дня Он Вчера Когда Положил Труб Хотя У него У самого Было Желание Это Сделать Он Уже Мысленно Мне Этот Камень На Шею Повесил Я Гру Мне Никто Не Нужен В Этом Плане Мы Вчера С Нем Тему Тоже Трогали Мне Не Нужны Грешники Для Общения Я Сам Спокойно С 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 ли меня господь поставил на проповедь истины к сожалению говоря истину я познал опытом о чем говорил апостол павел что говоря истину я делаюсь вашим врагом ну что ж призываю причем не к вот именно этой бла-бла-бла эйфории если вы слышали чем не вчера это андрей пел простой бла-бла-бла только я ему за дела любви давай-ка животных перестань убивать давай-ка то давай ка сего и все все просто бла-бла-бла где там поют и любви там тетя одна связала бла-бла любите друг друга я вас не любил раньше теперь любите и слушай это все бла-бла хорошо давай ближе к телу с небес на землю о делах любви поговорим то слово то есть до сущность то есть в какие дела вот моя любовь руке выражает что не собираюсь тебе ничего вылизывать павел пишет кролику веган христолюк животные это наши братья и сестры души живые они и да и выйдет от корня и сей побег вырастет из его корней отрасль на нем будет покоиться дух господа дух мудрости и разума дух совета и мысли дух знания страха господня включил да он будет судить потому что увидит его глаза и решать у потому что услышать его уши но по правде он будет судить бедных справедливо решать дела бедняков земле он поразит землю жезлом своих уст духом у своих убьет нечестиво праведность будет его поясом верности пояса него на бедрах волк будет жить вместе с ягненком леопард ляжет рядом с козленком теленок и лев будет вместе постись и дитя поведет их корова будет постись с медведицы их детеныши будет вместе лежать и лев как волк будет есть сено и младенец будет играть над норой змеи мало дитя положит руку на гнездо гатюки не будут не вредить не губить на своей на святой земле горе моей ведь земля будет наполнена познание господа как вода наполняет море наполняет море а ну павел написал этот отрывок из исая в комментарии дал потому что сниже пойдут комментарии вы поймете связь потому что такой дурачок как я и подобные мне верю в то что да возможно мы мы виновны и вся тварь все творение божье начиная с земли кончая животным страдает за нас и складывая все эти места писания где полгода что все творение ждет откровение сынов человек и дочерей человеческих до детей божьих что мир этот можно изменить причем даже здесь православным особенно не хочет сказать вы посмотрите на своих святых вы как восхищаетесь как они там ели одну крупу что животные их любили они их там они с ними то хлебом на свой серафима саровского готовы молиться да а чё ж вы сами то не такие вы только готовы многие целовать типа они святые и вот можно я там с тобой буду на небе да не будешь ты с ним никогда он не такой как ты он бы увидел что ты вытворяешь у себя на кухне он бы с тобой рядом бы не сел вы никогда не будьте со своими святыми не серафима саровским они ели один хлеб одну траву на болоте и еще этим хлебом который приносили делились с животными а вы убиваете их вот и все вы можете хоть обмолиться хоть акафисты опять хоть службы отстоять это ничего не делает вы не меняете свою жизнь вы грешники обычные вот и все чим бы именем вы не прикрывались отцов даже самим но я и моисея иисуса или самого бога неважно какой религии конфессии вы относитесь это вас никуда не приводит в одно место где огонь вечный и где кусание локтей все ничего вам это не дает вас не спасут не святые не каноны не правила разрешающие вам убивать животных вы будете гореть в аду вот и все я по павлу отвечаю стены так жаль что основная масса обманываясь думает попасть в это место не изменив себя а исайя прекрасное место описал да это место там где мы все будем кто действительно в этой жизни своей жизни богу показывает где он хочет быть он уже здесь живет как на небе все святые настоящие святые неважно в какой конфессии они описаны если они действительно жизнью своей доказывали святость это люди которые на земле спокойно жили несмотря на мир лежащий возле как на небе зло было лишь вокруг них внутри них не было и они его не проявляли в эту жизнь вот и все вы если не такие в и грешники вы будете в аду гореть вот и все по-другому никак бог любовь вот именно он никого не судит никому не воздает больше того чем он заслуживает поэтому никого не вознаграждает и никого не судит он никого не наказывает он не может человеку сделать больше вреда чем он сам себе сделал своим грехом он тот кто он есть вот и все каждый получает как господь и говорил по делам свои вот и все верить я только вот в это и должен что я верю верит во что это протестанты придумали что я верю в иисус христа этим спасаясь а ведь на 2 что что каждый получает по делам своим то что проповедовал иисус вот когда вы в это поверите тогда может у вас мозги на место и встанут а тогда может и жизнь наладится исправиться так валера пишет вывод homo sapiens пожирающий себе подобных обреченного умирания человечество деградирует это уже доказано эволюционировать духовно будут только те кто сможет избавиться от этой зависимости мы среди мясо еденет наркотик ну я не знаю как насчет наркотика я забыл сердечки ставить наркотик не знаю да все наркотик любой грех наркотик но разве христианин и любого человека оправдывает нет конечно что значит наркотик или сам просит не можешь проси бога что бог помог просить бросить но сначала надо возжелать этого надо грех грех назвать грехом только с этого начинается покаяние а когда себя оправдываю как адам съем в раю и тычу богу то что это он не разрешил в девятой главе да это он не разрешил в законе моисеева это он не разрешил виде иисуса до пожирать рыбку ну пока вы грех будете оправдывать никуда вы не сдвинетесь валера еще один комментарий воистину человек царь звери бы какой еще зверь сравнится с ним жестокости мы живем за счет убийства других мы ходячий могила леонардо да винчи ну так и есть вы знаете сколько в жизни был известных людей действительно когда вы это вникаешь узле известных достойных людей оказывается это нам кажется нам тьма проповедники смерти вот такие показывают что все такие дебилы кругом и ты будь таким дебилом не так ас когда в эту тему начинаешь ходить оказывается миллионы людей на земле известных это известных только разных национальности разных разностов возрастов социальной деятельности жизненной деятельности семейных положений там чего угодно действительно исповедовали и жили в соответствии с этим с этим законом бытия любви ко всему божьему творению естественно никто не расскажет вам школе рассказывает что стал толстой был вегетарианцем нет конечно нет конечно никакой учитель вам этого не расскажет она сама трупоядка на что будет это рассказывать она сама грешница зачем едет надо а человек говорит от избытка сердца своего вот и все они будут это хинею о войне и мире рассказывает толстом написанным а он от этой войны и мир сам давно отрекался играл бы господи это самая никчемная книга которую я написал вам об этом школе расскажут никогда вам будет любой погремушкой трясти лишь бы вы не посмотрели в нужную сторону вот такова жизнь и вы рассчитывайте на школы вы мой ролик помните записал где библию проповедовать в школе или в тюрьме да не в школе не в тюрьме и и на дом проповедовать своим детям своей жизни истину не библию проповедовать а истину естественно я под библию вы поняли чем разумевая те пти ту пшеницу которую вы из нее собрали вот по этой пшеницы на питаться ей жить то есть да тоже как я живу что я вкушаю вкушаю добро имею жизнь вечную и этой жизнью своим детям проповедует ну естественно от избытка сердца от избытка жизни и уста будет говорить то же самое вот и все мы можем с таким же успехом поедать членскую плоть как мы делаем это с мясом животных диаген дак естественно а ну тут валерий привел цитаты известных людей да да в чем разница ни в чем раньше никакой нет я думаю часть к мясу возможно еще вкуснее или необычные вкусы пожалуйста отважься стать мудрым перестань убивать животных но кто откладывает справедливость на потом не отлично безумца который надеется что река обмелеет прежде чем он ее перейдет гараций во имя идеалов добра и чистоты под надлежит воздерживаться от употребления в пищу плоти умерших животных убиенных только надо написать рожденных от семени крови и потому и тому подобного во избежание устрашения животных и освобождение их от оков оков ужаса человек стремящийся к обретению сострадания да не вкушает плоти живых существ будда я думаю милосердие сострадание это главные черты детей божьих человечество погибнет если не услышит эту истину что животные от наши братья и сестры налуждающие в нашей милости и сострадании но к сожалению многим это по барабану да не то что вот им надо должны более того заботиться бог нам их верил нам их верил не они о нас а мы о них не то что милость и сострадание мы должны вообще заботиться а в чем забота проявляется а вот кстати в проповеди вот в этой защите это есть забота защита заботы хотя бы слову своих игры все вы кто вот даже даже если сами становитесь но стесняетесь об этом говорить проповедовать благовествовать игры все только от от холодности вот то что буду пишет откуда появится милосердие вы сами потреблять хорошо вы перестали потреблять вы молчком это делаете я вот я говорю я грех всегда спокойно называю грехом я девять лет грешил что не возвышал свой голос тоже по начитавшись вот завербовавшись можно сказать вот этим бредом что тогда чок хочешь есть человека не ешь полная чушь нет ну как я вам тоже рассказывал я конечно же всем вокруг об этом говорил всегда но я вот так острый не стал сразу вопрос вы все знаете и посмотрите мой мой первый не зря не стал я их не скрывают ролики я разделил я вам вы скоро увидите ролик анонс плейлиста веган я отделил все эти ролики не со мной в отдельный плейлист и оставил свой и свой ей назвал пост постоянству любви для людей религиозных для христиан а туда отделил все остальные ролики которые я рекомендую помните там разных авторов посмотрите самый мой первый ролик я там ссылаюсь на василия великого зачитываю цитату он ссылается в свою очередь на первую главу книги бытия я от начала такой был как появился в интернете но я это делал все тоже вы так знаете на свободу выбора она и сейчас у вас свобода выбора только я не собираюсь больше вам в глазах говорит что вы мол там в царстве небесном будете вы будете в аду просто гореть вот и все ну что вы будете там где вы есть а вы сейчас в аду вот и все я раньше об этом молчал теперь больше молчать не хочу бог меня просветил что это неправильный путь молчание и вот и все и с вами делюсь то же самое что не вздумайте молчать говорите светите делитесь постами говорите сами не можете пока сами делитесь постами чужими картинками видео будьте бельмон на глазу жалом мозолью назойливы у своих родственных друзей окружающих соцсетях зачем они все вам эти вы когда подохните туда пойдете туда вам без разницы уже будет как вам о вас что здесь думали вас будет беспокоить только ваша душа и ваша жизнь а уже ничего не изменишь как иисус говорил будет плачет скрежет зубов зачем вам все это зачем жить двойной жизнью откройтесь миру будьте такими какими вы есть господь сказал если соль потеряет силу я только выбросить она незачем не нужно вы никого не заквашивайте и господь все свои поступки сопровождал словами всегда вот я это четко увидел посмотрите на меня я всегда даю в себе прежде всего пример я потерял время я жалею они ведь я раскаиваюсь я не боюсь об этом говорит не на был три года как я появился долбить не только любви к людям но любви к животным я поначитавшись этого тоже бреда заквашив заквасившись им православным протестантским человеческим вот этим атеистическим бредом тоже там да хоть и гуманный ну забой должен быть просто гуманным ну я от этого не потреблял мясо я муж неправильно примеры привожу но вы поняли да штан тоже любят всякую лапшу на уши вешать это чушь собачья становитесь на сторону света всегда как только для 100 того что встать на сторону света не нужны не понедельники не новый год не еще что-то не завтра а прямо сейчас вот и все все что у вас есть мясной вот прям сейчас меня слушаете прям подходите на паузу ставите холодильник открываете все это форточку не только не на голову прохожим людям там найдут кто съест это и выкидываете все это и все и больше никогда не покупайте вы увидите как изменится ваша жизнь вы прозреете вы будете смотреть на себя прошлого и ужасаться а меня аллочка мини отклоняйся от зла и твори благо милосердия неотъемлемая часть нашей христианской веры человек с каменным сердцем по определению не может войти в небесную обитель причем сострадание не бывает избирательным нельзя любить людей и в то же время презирать остальную божью тварь да это вообще однозначно потому что бог есть любовь мы исповедуем я вот удивляюсь на христиан одного бога один бог мне нравится у веганов вот этот слоган one love go vegan одна любовь одна любовь один бог бог вначале в раю сотворил он не говорил убивайте животных все что падает с дерева и все что растет на земле а всем зверям траву даю в питании всю одна любовь one love go vegan стань веганом одна любовь ко всем живым существам даже они это понимают даже они придумали этот лозунг one love христианам говоришь какая там love какая там ван у меня ту срифа five one million love каждому мне свои поступки разные да а любовь и на 1 живот начинок людям да у нас сложность настолько поступков ты человек смотришь меряешь его вешаешь его на свои весы и праведности греха по-своему относишься по-разному аж каждому ответить слушайте животные это такая одна группа который нам вообще ничего не делает это мы мы их убиваем и насилуем мы причиняем им страдания боль это мы виновники всех их слез они плачут вы не видели ни разу в интернете посмотреть не считается доказать они живые неживые ему посмотрите в интернете даже слезы им бог дал природу слез слез от тела не страдания там без слез не надо все понять так и чуть не пойму куда плохие комментарии делись вроде крестик снят мне кажется они уже должны были быть кто-то по удалял что ли все и что-то не понял вы знаете не раз уж так ну сейчас ладно посмотрю где должны быть так владимир николаев спаси христос аминь спаси христос татьяна об сибири кролику берегись закваски фарисейской слава бог за вас пусть господь благословит обильно вас и ваших близких близких спасибо за икры сердца пожалуйста и вас пусть бог благословит роман рачихинск животным так и есть человек уподобился зверю вот и живем в мире где плач и скрежет зубов и куля тут пишет до глубины души оставайся человеком послушай согласен ольга так брать а это позже будут да по моему братишка свет в очереди спасибо за продуктивное искренне служение спасибо викуль надежда грелли благодарю я вас так надежда тишли сто процентов сто процентов грех падения дама и его наталья майорова я тоже так считаю мясо дети практически все не любят их родители пичку потому что неестественные то если молоко естественно то и есть ребенок с удовольствием с рождением говорит не надо ну по поводу молока ладно не сегодня уж так всем кто реагирует и благодарит спасибо так фильм шикарные трогать до глубины души оплакал над я каком-то фильме там говорил я уж не помню в ролике так дмитрий все верно глаголин вилл смит семь жизни до всем рекомендую посмотреть хороший фильм так роман пишет в третьей главе вроде есть место где бог якобы проклинает землю человека за нарушение договора но ты мне помог взглянуть иначе и нынче считаю что это было проклят прок это был не проклятие а было озвучено следствие выборочного пути конечно так и было я рад что вам открыто тебе рома истины теперь ты понимаешь как читать писание человеческие о тех событиях которые были в жизни ладно я тут ему ответил сейчас калочка спасибо за труд валерам кролику начальник жизни и душегуб убийца все верно когда человек рождается он ничем не отличается от животного когда начинает ходить говорить пальчиками что-то делать становится всего лишь человекообразным животным а чтобы стать человеком надо много ошибок наделать беда не все способны учиться на чужих ошибках а без них не поймешь где лево где право и то есть путь познания добра и зла все по нему идут пока не упрутся тебе спасибо помогаешь разобраться в понятиях и указателях а кто предупрежден тот вооружен калочка всем рекомендую просмотра спасибо алекс гуд гад кролику трансвестизм пурга я думаю что один трансвестит может сделать больше добра чем десяток его осуждающих забыли не по словам а по делам их судите а верующий ну как сказать митрофан уж а ведущий ну как сказать митрофан уж как про меня ну что ж митрофан уж к не на меня менями так аллочка спасибо дима да христос тоже называл все вещи именно своими именами большинство это не понравилось уйди от нас ты нам не нужен говорили ему а потом и вовсе убили когда свет любовь и истинно обличает не могут находиться в нем да согласен и куля сердечко так саша будем надеяться что те кто пишет зло в комментариях успеет покаяться ну будем надеяться ольга аминь аминь великолепно так олеся я лает я за животных тоже страдаю не понимаю почему бог позволил и подразделил кого есть кого нет но я пишу бог этого не делал это сделали люди слушать то что моисей там на на пона придумывал игру закон шариата исламского который сейчас является его просто зеркалом это не бог абсолютно так что не представляю суса олеся же пишет режущего барашка это уже сатанюга будет ну так и будет да потому что где режет и убивает животных пищу там атмосфера до ощущала лично в детстве в деревне у дедушки с бабушкой вот все правильно так и есть иисус этим никогда не занимался иисус никого ни одно живое существо не убил и не призывал убивать карман сердечко слушать куда шить комментарии все плохие пропали не пойму по поводу мяса где меня прессовали замечательная пропасть спасибо родной спасибо 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 так мои родные братцы и сестры я бегленько буду тогда просто ставить жене 9 арфа района скотобойни это точно дима ну так и есть это это рай того человека кто убивает животных и пожирает их трупы саша саша воля женя тут про букву чуть пишет и мучает там отвечают я не очень люблю эти буквы цифире там ковыряться во всем этом дам вера поттер дима ты продолжаешь любить распятые воскресшего даже не знаю стоит ли мне отвечать на этот вопрос ольга слушайте ну прям меня это куда же те комментарии обычно тут кто-то я говорил иногда я забываю тут фильтре стоит крестик если его не убрать он скрывает комментарии которые ступеньками ну я же убрал и мы же видим комментарии я уже не раз убеждался как эти люди которые проповедуют смерть потом ну вообще проповедует грех любой противится там и не да и потом удаляют свои комментарии я так понимаю особенно после этих вот это веру кто-то если на первый посмотреть я же так давно стал практику завел то есть я читаю здесь не отговорю показываю их открываю их вниз вот эти аккаунты мы же переходим помните когда там два ролика как он убивает в игрушках всех на свете там или какая ничуть и не порнография на канале у него я или сатанизм я уже буду слушать этот человек меня истине мечты очень часто потом эти люди пропадают с комментариями совсем сразу потому что я думаю сегодня будет опять разбор полетов поэтому трупоядство там потому что прессовали после того ролика сильно куда-то я не пойму куда эти комментарии делись там строчили вот такими мне даже зачитывать не хотелось это вот после того здорового как я записал душегуб убийца или начальник жизни какого учителя вам избрать и там еще кучу набросали и еще тот ролик вот и на этот маленький который я отрезал куда эти комментарии делись я чуть не пойму мне бы хотелось их зачитать опять вам показать этих проповедников смерти уже может быть без комментариев я бы их просто прочел вот конечно одна и та же песня про девятую главу про моисея про иисуса который благословил уже рыбу которая была у них и слушайте ну сколько уж можно это упираться рогом так людмила алексеева надо быть более серьезным кролику печать антихриста тем более в таких важных вопросах если вы чего-то не знаете так не надо этого не знание учить других однако одно дело самому заблуждаться другое дело вводить заблуждение других если вы не так учениться на что я уже это читал я не пойму дошли мы с вами до конца да вроде не дошли я не пропустил где да нет вроде сейчас я на паузу поставлю чтобы вас не напрягать не все нормально это не что просто их конечно же читаю когда одобряю эти комментарии видимо не складывается впечатление что мы с вами уже их зачитывал так она одно дело самому заблуждаться это она про меня говорит людмила алексеева другое дело вводить заблуждение других если вы пока ничего не чувствуете это не значит это она про печать где рассказал что я паспорт биометрический получил ай да 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 ролик называется последние времена загранпаспорт если ничего не чувствую я так понимаю на лбу да то у вас все хорошо номер идентификатор личности вы по своему желанию уже приняли ну ясно номер то я еще принял когда и ннн получил и чего дальше в компьютер номер введем стандарте и а н 13 упс то есть с кодом 3 шестерок доход 10 шестерок то есть это номер от зверя как шоу зверя шестерки вообще богом придуманы вообще все богом создана о котором говорил и от богослов а кто сказал что вообще откровение и она это и откровение на богослову докажите мне это я с удовольствием послушал бы очередное лжетолкование там написано и он кто этот и он никому не известно теперь этот же номер у вас уже и в документе то есть два шага как минимум к печати начертания тирс вы уже прошли остался последняя всего три значит нанесение этого же номера на тело ну чё ждем начертание наносит предтечь антихриста как второй зверь из земли они антихрист также толкует и андрей кисарийский а сейчас времена предтечь антихриста они говорят мир к его пришествии у вас доброе сердце но очень много заблуждений ваших разуждениях читайте евангелие в толкование святых отцов сами не толкуете не повторяйте ошибок протестантов и баптистов вы для меня против православные такие же мало то что вы не христиане для меня и уж тем более ничем нет не лучше не отличать протестантов и баптистов а все ваши святые отцы для меня святыми не являются я читал все эти толкования это бред практически зачастую просто людей далеких от истины вот и все и как раз они повторяют ошибки своих отцов один сказал бред и другой и все это повторяет как обезьяны и считает что это истина единогласное мнение святых отцов ну я так не считаю хорошие толкование святителя николая сербского ну да и святитель или василия кишиневского да все читала вас и василия кишиневского я наизусть почти знала николая сербского я все читал целиком поэтому вы просто не знаете кто я такой еще один ее комментарий к это два их просто одни тот же да ну ладно так валера про день смерти до ольга воропаева тут агопитчик печерский не гоже волновать господа о чем бы бог не любовь вечности никого не осуждает о чем бы то ни было кроме как и спасение души своей не отели просите не оздоровение животе своем заботись все сие есть тлен пустой в желании ничьи не насытный ибо не прошение более достойно чем прошение спасение души свои андрей благовест переводил не 10 тысяч тогда еще прям перед новым годом в новогоднюю где-то ночь для нуждающихся я на пятерых человек все распределил я ему вконтакте я даже в группу в телеграме вы их не видели потому что не сбрасывал я сбросил андрей все отчет вконтакте все переводы которые сделал так викуля спасибо за ролик не на спасибо дмитрий вам всем спасибо мои дорогие дмитрий христианин кролику помыслы во мне просто из-за помыслов многие ходят с чувством вины всю жизнь ну помыслы это не это не я я это тот кто решает что из меня выйдет и когда в меня обратно что-то возвращается я это анализирую делаю правильные выводы что из меня должно выйти в следующий раз вот кто такой я аллочка уклоняйся от зла и делай добро спасибо тебе спасибо дорогая дмитрий опять пишет спасибо брат очень ценная мысль на здоровье отслужить саша спасибо спасибо ольга вадим владимир николаевич аллочка спасибо все так саша пишет кролик вот это пропасть библии детям в тюрьме и в школе есть такие родители которые детей 60 лет заставляют молиться протестанты в частности видимо а может просто ролик обрад комментарий оборвался ну я считаю это все детям надо детей надо учить чему любви свободе и бессмертию все а любовь это чтобы ты делался поступал с людьми так как хочешь чтобы поступали с тобой и вокруг себя создавал мир который ты хочешь что был вокруг тебя вечно в вечности ты хочешь жить на скотобойне убивай ты хочешь жить в раю где как хорошо паша привел этот это место из пророка исаи где лев и козленок вместе где ребеночек на змеином логове сидит и водит быков и там зверей за усы до грубо говоря вот кто хочет какого мира тот его и будет достойный в нем жить вот чему надо учить детей а не молиться так ниночка большое спасибо надо учить их святой жизнью одним словом вас это жизни уж сказал что это такое любовь ко всему божьему творению по павел кролику пропасть библии детям я вообще в школу не сдавал там готовят патриотов за твои деньги читать писать и так далее можно и самому обучить да я согласен и об сам на не отдавал вы не знаю как как-то вроде можно из можно было получить на дому бы эту бумажку ну да так спасибо и кули спасибо так рома аллочка вадим саша к прошлому ролику ответов где он говорил что христос возможно не 3 сплайн год проповедовал что там больше года дима привет эту версию про один год и четыре месяца я услышал услышал в ю тубе примерно полгода назад от одного еврейского христианского пастора он досконально изучал евангелие но я тоже изучал и что евангелие с еврейского языка проследил весь путь иисуса христа по праздникам иудейским где он был и сколько раз и ветхом завете ягненка на пасху закалывали от года до двух лет это пастор из города владимира саш ну ты все равно я сам что не знаю вернее мог бы что-то поискать но есть и есть конкретно может это все таки когда ты ты смотрел этот ролик ты-то его найдешь скорее даже как-то через поиск ты же увижу знакомые ты мне сброси пожалуйста вот потому что вы знаете конечно же эти три с половиной года единственная нивку я на них даже не настаиваю потому что но я тоже изучал тоже читала и многих и естественно те кто изучал эти те труды иначе я изучал да ну они пытаются вот и но тоже разбираются в иудейских праздниках конечно вы сами видите и суть евангелие не в этом действительно три с половиной года если с кем то у меня я всегда говорю пожалуйста я ни с каким братом сестрой даже за это притыкаться не буду если даже будешь проповедовать даже будучи учителем будешь говорить людям что иисус полтора год проповедовал да какая разница ну полтора до полтора я вам скажу что полтора год для меня было даже выгоднее потому что ты именно опять же я вопрос подведу под живой пример с тем же сам пример уж он как они любят что каждую пасху закалывали на верхний самый суса ученики его и он им не приказывал и они бы это делали все равно они не могли отвалиться они от иудаизма не могли отвалиться всю потом проповедь после вознесения христа вы же это знаете из книги деяний и более того мы знаем что евангелие иисус так и не был принят иудеями евреями его не полностью отвалились но о чем вы говорите разве это иисус им говорил барашка резать они сами где нам приготовить пасху они уставили перед фактом знает как я родители в детстве я машину купил я это сделал я то сделал я никогда у них ничего не спрашиваю просто дел говорю перед фактом они они все же спросили у где ты хочешь они путешествовали и место конечно же не было они не знали где в чужом городе где приготовить они не говорили готовить или нет они спросили где приготовить не вопрос ставит перед фактом если это был тем более один год когда не лет пасху мы видим прекрасно что он твой ягнен как я сказал во первых вы никогда не докажет что он сам хоть кусочек от него съел ему не надо было вкушать чтобы соблюдать закон моисея и памятовать как господь вывел их из земли египетский вы чё прикалываетесь этот бог сошедший на землю это ему надо было помнить грехи евреев что ли и воспоминать о них он заменяет этого бедного убитого барашка хлебом поэтому для меня даже версия полтора года что проповедовал было бы более приемлем вот в контексте по крайней мере вот этого события но это не суть важно я верю что если три было года то он три года им заменял этого барашка хлеба три года делал это я в это верю да я верю что иисус это бог пришедший во плоти и все самое светлое самое чистое что мы только можем вообразить о боге а бог есть самое абсолютное совершенство и святость это и был иисус христос поэтому все зло которое пытается ему приписать человеческое она к нему никогда в моем уму не не прилипнет так что вот так так ну тут все последние лайки ставлю на этой хорошей ноте и мысли которую я выразил и вы в принципе сегодня посмотрели вчера все сегодня ролик который этот выложил ответ на вопросы вы вчера посмотрели ролик ну кто свежаком слушать все мои выпуски я конечно для них такими фразами выражаюсь вы посмотрели как раз ролик что для меня есть истина что христос там я истина и христос вспоминал фразу и знаменитую достаточно мне кажется достоевского где он об этом говорил вот я в принципе только что-то другими тоже сами сказал фразами для меня все что связано со злом к иисусу никакого отношения не имеет все это извращение переверанию я спокойно из библии новый завет в частной частности а евангелие еще в большей частности является которого частью евангелия частью библии для меня все это поле с плевелами и пшеницы пшеницу я все собираю в сокровищницу сердца своего ею питаюсь ею живу а плевелы я беспощадно выкидываю или сжигаю огнем неугасимым поэтому все зло которое приписывают иисусу мне не нужно надеюсь не нужно его на этом у меня все рад был всех видеть все буду рад услышать через тексты в комментариях под всеми роликами в частности и под этим всех вас по-братски обнимаю целую всем желаю всего самого доброго во все сферы вашей жизни ну и пока пока до встречи в следующих моих видео